В нашем жилом доме, стоя на остановке у этого здания, считают, обращают внимание, что вот здесь жил такой замечательный человек, замечательный ученый, замечательный православный деятель, он же очень южный доктор богословия, он был и медик, он был и физик, и математик, и поэт буквально с детских лет, но он избрал стезию служения Богу. Субтитры подогнал «Симон» В моем детстве этот собор производил сильное впечатление, потому что кронштадтская артиллерия била по нему прямой наводкой. И пробоину, которую она сделала, это было невероятное впечатление, потому что практически весь фасад был разбит, пробоина шла от верхних куполов до самого фундамента. Почему он не рухнул, две версии, первое чудо, вполне возможно, второе очень прочно строили. И та, и другая, я думаю, вполне соответствует истине. Я помню, что довольно сложно было сюда попасть. Сложно, потому что здесь был, как и часто бывало в прошлом, в церквях русских, православных, был организован склад. Склад пустой посуды, тара. И когда я впервые попал сюда, в храме я видел просто какие-то бесконечные, поставленные друг на друга на огромную высоту, как мне тогда казалось, ящики с этими бутылками из-под водки. Мрачно блуждал здесь сторож, который сюда нельзя, начальство не разрешает и так далее. Но, если приглядеться по тьме храма, были видны остатки великолепнейшего иконостаса, керамического, яркого, сочного покраски, конечно, не было икон. Конечно, весь нижний ярус росписи был утрачен. И было ясно, что реставрация этого собора будет долгой, мучительной. И будет ли она вообще? Ну, храм поверхного, все храмы. Достудится лечение, а Господа пророку, глобой души. Ну вот пришла пора назвать имя создателя собора. Имя, к сожалению, малоизвестное. Это Николай Владимирович Султанов. В феврале 2005 года ему исполнилось бы 155 лет. Султанову были явно по душе и стилистика древнерусской архитектуры, и форма народного искусства. Он был решительным сторонником возрождения художественных традиций 17 века, особенно в церковном строительстве. За свою жизнь он построил и отреставрировал более 50 архитектурных сооружений в Москве, Петербурге, во многих городах и весях. Но, наверное, главным событием в его творческой жизни все-таки был день, когда он победил в конкурсе и был назначен главным архитектором Петербургской церкви. Государь из шести проектов изволил выбрать мой. Я просто ошалел от радости. Бросился домой, за обедом спрыснули семейное шампанским. Но вслед за радостью победы начались годы титанического труда. От закладки фундамента до окончания работ прошли долгих 10 лет, когда, наконец, в летний июньский день 1905 года на освящение храма прибыл уже новый император Николай II и императрица Александра Федоровна. И великие князья, словом, весь двор. То был великий праздник. А Султанов? Султанов продолжал творить. Писал серьезнейшие книги по истории архитектуры, научные труды по теории и практике реставрации, читал лекции в Институте гражданских инженеров, директором которого был в течение 8 лет. Сколько церквей, зданий, памятников, интерьеров было воздвигнуто этим замечательным архитектором русской усадьбы. Они стали украшением нашей земли, а мы не сумели их сохранить, уберечь. Они погибли не от войны стихийных бедствий. Геростраты 20 века почти стерли с лица земли русско-византийские черты в городском пейзаже. Погубили многие усадьбы по всей России. Зато сохранился султановский князь-владимирский храм, но в Мариенбате. И памятник, сделанный им на могиле Софьи Ковалевской, но в Стокгольме. Здесь у этих стен так явственно слышится его голос. «Я стою уже у конца моего жизненного пути, и Петерговская церковь будет, конечно, моей лебединой песней в архитектуре. Но земная жизнь коротка, он не дожил и до шестидесяти, и умер вдали от Родины. Похоронен на православном кладбище в немецком городе Висбадене». Вот этот самый придворный храм Петра и Павла, о нем не очень-то удавалось говорить вслух. Почему? Он связан с именами императоров Александра Третьего и Николая Второго. Начиналось строительство, проектирование, точнее, при Александре Третьем освещался собор с участием императора Николая Второго. Имена одиозные для той эпохи, до Перестроечной. И самоупоминание их было невозможно, в общем-то. Но вот, тем не менее, происходит странное событие. Якобы зам председателя исполкома с художественной фамилией Филонов приехал сюда на производственное совещание. И, выйдя после совещания, стоит у окна и смотрит. Наш Филонов на возрушенный собор, и говорит, а я помню, когда я служил в Хронштадте, говорил Филонов, мы стреляли из орудий по Терковскому собору. Цель у нас была понятная. Дело в том, что на вершине этого собора немцы, естественно, расположили пункт, который корректировал стрельбу. И это, так как это самое высокое место, им это блестяще удавалось. И нужно было обязательно сбить этот самый пункт. Но ничего не получилось. Ни собор не рухнул, он так и остался. Но был еще более фантастический проект. Прорыв подземный ход из Мартышкина, чтобы заложить мины и взорвать этот собор. Это уже совершенная фантастика. Но опять чудо, потому что этот подземный ход быстро залило водой. Филонов сказал, что собор разрушить не удалось. А теперь он смотрит в окно на этот собор и говорит, а хорош все-таки собор. На что председатель Петерговского исполкома ему и говорит, а может быть следует восстановить? И вот тут-то Филонов произносит удивительную фразу, а может быть и следует. Представьте себе времена. Бушует абсолютный атеизм. Соборы сносятся, церкви взрываются. А тут вдруг зреет замысел восстановления Петерговского собора. И уже в 1974 году Евгений Павлович Севастьянов, личность замечательная, делает проект реставрации. Ну, деньги какие-то отпускаются, все это движется медленно, но тем не менее вдруг мы видим, как собор покрывается лесами. А потом происходит великое историческое событие. Намечаются Олимпийские игры в России. И вот тут все резко ускоряется, потому что предполагалось, что очень многие иностранные гости приедут в Ленинград, так он тогда назывался, на Олимпийские игры. Ну, а главное, и главное, этот день я запомнил, наверное, всю жизнь, когда в июне 1980 года на собор были установлены золотые кресты. Город сразу засиял. Он преобразился. Действительно преобразился. Это был праздник для всего Петергов. Первой задачей было в Олимпиаде 1980 восстановить главный символ храма. Это кресты. Здесь было это все прекрасно организовано. Были привлечены бригады вертолетчиков. И вот первый вертолет поднял главный крест. Главный крест на главную локовицу. Большим трудом поднял его. По технологии таких вертолетных работ вертолетчик с таким грузом по инструкции может висеть в воздухе 15 минут. Он висел 40 минут, потому что не попасть было отверстием креста в штырь, куда надо было его вставить. Крест встал на место ко всей общей радости. Вертолетчик опустил свою машину на лужайку, вышел мокрый, лег на траву и отдыхал. Все главные участники возрождения храма были награждены из рук митрополита, а теперь патриарха Алексея, памятными золочеными медалями, именными. ПЕСНЯ Затвори я, Пожа, повели ему ангел Господень, и прият жену свою, и не знаяше ей я, донди же ради сына своего первенца, и на речи имя ему не знаяше. Иисус Иисус Слава Иисусу, Иисусу и слава и любви. И в 90-м году состоится первое богослужение, звонят колокола, вот те самые колокола, которые особенно вечером, когда ты слышишь их звон, а колокола непростые, особенные, тогда чувствуешь, что город живет. Вот этого колокольного звона не хватало всегда в Петергофе. И вдруг вот он снова возник, и город стал другим. Я предлагаю, давайте сделаем вот такое действие. Нужен крестный ход, крестный ход по городу. Мы дадим икону из музейного нашего собрания. Это икона Елизаветы Петровны, икона Петра и Павла. Это соответствует и престольному празднику этого собора. И дадим облачение. И вот в великолепной процессе движется большая толпа жителей города, но все ищут глазами начальства. Где же, собственно, руководители района? Примут они участие в этом или нет? Это было очень важно тогда. Это еще важно. И мы видим очень странную картину. Они пришли, но они не подходят к жителям, которые идут в этой процессе. Они прячутся по кустам, они выглядывают из-за угла, что там происходит. И вот в такой странной обстановке прошел первый крестный ход. Вот для меня интерес к религии начался со строчки моего любимого поэта юности Александра Блока. Я прочел строчку «Люблю высокие соборы, душой смиряясь посещать». Что такое душой смиряясь? В советское время вот это слово «смирение» приобрело из позитивного смысла и значения, негативного. Потому что смирение, смирение гордыни, представление о том, что в мире, кроме твоего жалкого сознания, есть еще какое-то другое сознание. О том, что в этом мире, может быть, есть какой-то скрытый, тайный, потаенный смысл, который я должен понять. И вот смириться перед этим смыслом. Ну и само слово хорошее – жить в мире с миром. Смиренно жить, смиренно принимать, радоваться тому, что тебе дано в этом мире. Это смирение, это высшая добродетель человека, которая нам, школьникам, да и позднее, была абсолютно неведома. Церковно-приходская школа имени цесаревича Алексея Николаевича была открыта одновременно с собором. Потом закрыта. Теперь опять открыта. Ветер истории, увы, переменчив и порой жесток. И все-таки, все-таки возвращается на круги своя. Анна Семеновна Шигорина родилась в Петергофе, прихожанка собора и связана с ним всей судьбой. 14 февраля 2005 года Анна Семеновна отметит свое 95-летие. По праву ровесница собора Анна Семеновна. Что скажете нам? В жизни всегда надо радоваться, какой бы время ни было. Как мой папа говорил, все проходит по очереди. То хорошее, то плохое. Все плохого не бывает и все хорошего не бывает. И что интересно, председатель общества возрождения Петергофа Елена Павловна Лагунова, написав свою книжку «Петергофский собор», в конце этой книги она приводит длинный-длинный список пожертвователей. Те, кто давал что-то на этот собор. Там были люди, которые давали много денег. А были люди, которые приносили серебряное или золотое колечко. А один человек просто дорожку принес, два с половиной метра. Все это учтено. Сейчас храм Петра и Павла богат. Богат, потому что восстановлена живопись. На своих местах висят иконы. Иконостас великолепен. И сейчас как-то очень трогательно вспоминать то, как всем миром начиналось восстановление храма. Ведь все надо было делать заново. Сюда люди приходили, приносили все, что могли для того, чтобы храм возродился. Сюда люди приходили, приносили все, что могли для того, чтобы храм вас �être después. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.